В этом я спевач и с ней Господу. Как же здорово, что Бог нас любит. Эй, дяди. Здравствуй, дорогой. Пойдем в Писание. У нас есть дядица, у нас брат с комаруна. У нас есть Елена, наша сестра. Вы же верующие, Лена? Давно. Да? Сестра с Киева. Вы пиянка? Нет. А с Донецкой области. С Донецкой области? Здорово, как. Давайте приветствуем Лену с Донецкой области. Здорово. Привет. Это песня? Да. Давайте 221. Сказать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Радисно, например. Как вы знаете песни? Знаете? Ну, я честно, я песню никогда не пела, только молитва. Правда? Да, да, да. Классно. Это очень библейно, что песни. Давид все жизнь спел песни. Партин Лютер даже не орденовал пасторей, которые не спел и не играли. У него была обовязковая умова. Ты можешь играть и спелать, и тогда будешь пастором. Так что ты не зоксинь пастор. Слава тебе Бога. Радость. В Библии очень много раз он это написал. В Неймії, 8-й розділ, 10-й вирш. Радость, Господи, наша сила. Там люди сумували, и Неймей и Вишнев сказали, у них нет никакого. Радость, Господи, наша сила. И поэтому спевать, это очень важно. Это вводит нас в Божью присутствие. У нас есть радио, там постоянно прославление. В интернете. Давай, спевай, радий, плескай в долоню. И как? 47. 47. 47. Там постоянно прославление. И когда мне особо тяжело, хотя я начал терапию, но когда мне тяжело, я его включаю, мне делается лег. Прославление. Воно вводит в нас Божий дух. Это Иванович, 4-й розділ. Когда Богомирец поклоняется Богу в душу и в правду. И в этих песнях, это очень известные, очень христианские песни, и знают по всему святу, и молодые. И тут есть одна просто правда, и очень легкая мелодия. то по два раза спеваем, чтоб ей лахта была заповедана. Сольксома, да? Да. Сольксома, да? Иисус. 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 Так. Редактор субтитров А.Сематова Корректор А.Кулакова Да, это правда. И давайте, это была очень хорошая часть служения, как говорил пастор Роман в прошлый раз. Это очень хорошая часть служения, как говорил пастор Роман в прошлый раз. И мы еще заспеваем раз или два. И если вы не хотите, то не можете. Да, не можете спевать. Мы не должны, мы обязаны, если вы хотите. Я бы еще раз спел, что вы выберете. Весело, еврейское. Весело спевать Господу. Весело петь было Господу. И мы не просто так заспеваем, а заспеваем на честь пожертвы, которую Господь будет собирать. Мы не просто так спевем, мы будем петь во имя пожертвования, которое Господь собирает. Я хочу вас спросить. Кто из вас имеет свидетельства относительно взаимодействия с Богом в финансах? Я хочу задать вопрос. Кто из вас имеет свидетельства относительно взаимоотношений с Господом в сфере финансов? Я бы хотел, чтобы вы сейчас вышли и сказали. Подумайте сейчас, кто имеет. Выйдите и скажите. У кого есть такое свидетельство, вы могли подумать, выйти и засветить. Перед этим. Прежде. Бог сказал, что десятина належит Мне. И Бог сказал, что десяти и на принадлежит Мне. Кто бы Он сказал? Его. То есть ему. Десятая часть... первый плод из всего, что Бог нам дает – он его. То есть 10-я часть, первоплод из всего, что Бог дает нам – это его.. И не последние десять процентов. Причем не последние десять процентов на первый. Потому что очень часто мы так и дожидаемся до этого момента, когда все деньги закончились, а эти 10% остались. И тогда уже тяжело дать. И тогда очень сложных отдач. Больше ничего нет. Потому что это последнее и больше ничего нет. Поэтому первые 10% они пользуются. Поэтому первые 10% они принадлежат Господу. Первое яблоко на дереве. Первое яблоко на дереве. Первородный сын. В худобе первого плита, первая тваринка, которая написана «Розкриваю утробу». У животных первое… Детеныш. Как написано, кто открывает утробу. Все, что первое. Все, что первое. Ядет эту проповедь «Протоз». Помните эту проповедь «Протоз». И рик скоро будет. Скорый будет год. Первая туб, 1 Тимофея. Перш за все. Первая очередь. На первом месте. В часе. Во времене. В просторе. В пространстве. В прity-летенах. В нашх и жизни. В нашей жизни. Перший остаток Богу. Первое место принадлежит Богу. О, и нелюдям. Богу. И это нам выбор. И это наш выбор. Если мы с этим согласны, отдаем это место Богу. В каждой сфере нашей жизни. В отношениях. В нашем раскладе. В нашем расписании. В наших финансах. Все наше життя. Первые 10% моего життя Твоей Божьей. И суть не в процентах. И смысл не в процентах. Суть в месте в моем сердце. Смысл вместе в моем сердце. Если так. Если так. То тогда Бог керует моим життем. То тогда Господь руководит моей жизнью. Почему? Почему? Потому что Он сидит на вершине моего життя. Потому что Он сидит на горе, на вершине моей жизни. Я его посадил на первое место в моей жизни. Это как во главе стола. Он руководит моей жизнью, занимает самое главное место. И в тех областях, где мы ставим его на первое место, там он начинает руководить. И как мы уже сегодня слышали, его царство, его правление начинает действовать. А он добрый правитель. А он хороший правитель. Я много про что говорю, так есть свечения у нас? Есть у нас свечиство? Давайте свечи, расскажи. Давайте свечиство. Он выиграл. Я выиграл, я больше буду с вами, только я тебе буду друг. Иногда кажется, что так бывает, что я буду давать десятинные пожертвы, и тогда в моем жизни все будет классно. Иногда бывает так, что человек говорит, что я буду давать десятинные пожертвований, и в моей жизни все наладится. Моется в связи в плане финансово. Так я решил, а Бог обещал, значит я его скупаю уже за Бог. Имеется в виду, я так решил, Господь обещал, значит все, я схватил его за слово, и так будет. Я заметил за последние пару, скажем, півроку. Я заметил за последние полгода. Я давно решил давать десятину. Я давно решил давать десятину. И последним часом я зрозумев, что я его даю не потому, что он мне обязан. И в последнее время я заметил, что я даю не потому, что он мне обязан. А я даю ее тому, что она належит ему. Я даю ее потому, что она принадлежит ему. И заметил, что если я ей даю с последних грошей, это значит, что я покладаюсь на себя. Я дал место себе в первую очередь, а не ему, и я их даю в последнюю очередь. Я планую что-то, и фундамент моего планирования. А если я только пришли в финансы, я десятину откладывал и про нее забыл, значит, я покладываю, даю место ему. Но если финансы пришли, я 10% отложил, значит, я даю место ему, первенство ему. Это в моей жизни так. И я заметил последних пару месяцев, когда было с финансами скрупно. И я заметил последние несколько месяцев, когда с финансами было сложно. А чем больше мы начинаем давать место себе? Я заметил, что чем больше мы начинаем давать место себе, тем больше мы шкоду делаем себе. Тем больше вреда мы себе приносим. Тем больше мы переживаем, тем меньше мы спим, тем меньше спокойнее мы становимся. Тем больше мы переживаем, тем меньше спим, тем менее спокойнее мы становимся. забывая о том, что мы читаем своё життя, а не только мы его творим, что независимо от того, сделаю я что-то выше моей головы, что независимо от того, сделаю ли я что-то выше моей головы, но это зависит также от Бога и в первую очередь от Него. Я заметил, что когда я перестал турбовать, что не хватает за 1 заплаты, за 2 и за 3 доверия в 7, я заметил, что когда я перестал беспокоиться о тех моментах, что мне не хватает заплатить за 1, 2 и 10, но довериться Ему, тогда все переживания знайкли, появился мир. Когда все переживания исчезли, появился мир. Я заметил, что я живу в подружке по своему життю, которая зависит не от меня, а ее покрывает Бог. Я заметил, что я живу в путешествии по своей жизни, и она здесь не от меня, но ее покрывает Господь. То есть я начал свой час свободный витрачать на раздумывания с Ним, вкладывать его в наши взаимодействия. То есть я начал свое свободное время вкладывать в общение с Ним, а вкладывать в наши с Ним отношения. И тогда появился суть жизни, а эти дни жизни. И тогда появился смысл и ценность жизни. И теперь я знаю, что когда у меня прошел еще один месяц, я, в принципе, больше всего времени проводил на работе. Я знаю, что за два месяца прослушал 30 проблем. Я знаю, что за этот месяц я прослушал 30 проблем. И я знаю, что из них я их 20 прослушал, в общем. Я знаю, что 20 я прослушал полностью, так прошло мимо меня. Но я знаю, что я их прослухал каждый раз по два. Но также я знаю, что я прослушал каждую из них по два раза. И я знаю, что я читаю жизнь, что она уже спланована. Я знаю, что это не карма, что от нас зависит наш выбор. Я знаю, что есть духи, которые впливают на наше життя, и влияют на наши мысли и эмоции. И я знаю, что тот месяц никогда не забудется. И я знаю, что этот месяц, проводенный на работе, был варто и того, чтобы не переживать про свою жизнь. Я знаю, что это время, проведенное на работе, стоит того, чтобы не переживать за свою жизнь. И они позвонили и сказали, что мне виноват 5 тысяч. Мне позвонили и сказали, что виноват, мне 5 тысяч. И они піврока мне виноват. Браво! И вода они мне уже должны. Мы ему даем место и мы имеем чудеса. Мы даем ему место и он дает все. И эти деньги как раз то, что нужно заплатить. Но я два тижня не переживал. И как раз та сумма, которая вот так тютелька в тютельку, как Тетрис, она вошла и она покрывает все. И эта сумма тютелька в тютельку так вошла и покрыла все расходы. И когда мы даем Богу место? И когда мы даем Богу место? Я думаю, что десятина – это не для того, чтобы мы стали богатыми. Я считаю, что десятина – это не для того, чтобы мы стали финансово богатыми. Я думаю, что, возможно, это моя так и точка взглядов, что Jos Elekta diamantes, PB, это мою точка взгляд, что если вы хотите стать богатыми и приближите свои расходы. А когда Вы теперь их приближете до такой суммы, что Вам будет всега не хватать? А Бог вам дает больше? Бог дает Вам больше? Потому что Вам просто то, что Катастрофично дает и Вы вновь потребить же просить Бога? Потому что結果 того, что есть катастрофически не хватает, и Вам доверится просить у Него больше. И вы покладаете снова на него. И вы опять надеетесь на него. И снова вин на поршу нанесет. И опять он на белом месте. Могу я кратко, пока я тут сделаю? К Клавдии делился и мне так тоже напомнило. Очень похожая ситуация. Но в принципе я с вами так пришла к Богу. Я тогда была вообще без работы. И мне было очень легко принять решение, что я всю десятину буду отдавать ему. Так денег не было вообще. И буквально через несколько недель он дал мне работу. Там было очень мало, я зарабатывала. Но все свое христос. С того момента, как я пришла к Богу... Ты слышал? Я был он уже... Хорошо. У меня похожее свидетельство. У меня похожее свеченье. С того момента, как я пришла к Богу... С того момента, как я пришла к Христа... Тогда я не работала и поэтому принять решение десятини было очень легко. Тогда я не працювала и принять решение про десятину было очень легко. Так как я вообще ничего не зарабатывала и... Потому что я тогда ничего не зарабатывала и риски не было. Вообще никаких. Совсем никак. Вот. И в течение нескольких недель после того, как я нашла Бога... Протягом декольких тижн, когда я нашла Бога, скорее всего, он нашел меня. Да, так и есть. Так и есть. Он дал мне работу. Он забеспечил меня работу. И все последнее свое время, где бы я ни работала, это было как просто, как так и должно быть. И весь наступный час, где бы я уже не працювала, это было как належно, так и должно быть всегда. И были времена, когда действительно я меняла работу и денег практически не было. И были периоды, когда я изменял работу и денег просто не было. Но были также ситуации на праздники, когда там разные бабушки все дарили деньги. И были ситуации, когда на святая резвоменитные родители, где бабцы даруют эти деньги. Но у меня уже сердце так привыкло, что даже из тех денег, которые мне дарили, что было как бы я их не заработал, я тоже отдавала десятину. Ну, потому что это все то, что не твое, как те деньги, которые заработал, так и те, которые тебе подарили. Это все год, да. Потому что все не твои. Так же те деньги, которые ты заработал, или нашел, или подарил, они от Бога, Бог тебе и дал. И моя практика с работами показывает, что мои последние два работодателя должны мне за последние два месяца работы у них. Они со мной не рассчитались. И перед Новым годом я уходила в отпуск и мне не дали зарплату. Из меня не рассчитывались. Перед Новым годом, когда я объявлялся, мне не дали зарплату. Да, и это был Новый год праздник, и нужно было купить подарки. И это были свята, Новый год, то нужно было купить подарки. И мне очень хотелось поехать во Львов увидеть пастора Рома и Альбину. Мне очень хотелось поехать в Львов, увидеть пастора Рома и Альбину. И я спланировала, у меня остались какие-то деньги. Я спланировала, у меня остались какие-то деньги. Потому что я на них еду, что мне нужна духовная поддержка. И мне нужна духовная поддержка. И в день, когда я уезжала, мне позвонили из позапрошлой работы, с которой мне были должны. Это день, когда я ехала, мне позвонили из позапрошлой работы. Когда я там работал, мне звонили. И сказали, если хочешь, можешь приехать, мы с тобой частично рассчитаемся. И я приехала, мне вернули 4 тысячи гривен, какую-то часть. И я приехала, мне отдали частину боргу, 4 тысячи гривен. И этих денег хватило на подарки, праздники и время до моей следующей работы. И с финансами хватило на подарки, свята и на час до моей следующей работы. Но это было настолько удивительно. Это было настолько дивовижно. И я простила всем работодателям, всех, что никогда-либо были должны или были должны заранее. Я поблагодарила всех работников, которые в минулому, чем в будущем, мы не будут сегодня. Потому что это когда тебе дарят, ты зарабатываешь, не имеет значения. Мы всегда знаем, кто наш источник. Потому что когда тебе даруют, что зарабатываешь, мы всегда знаем, кто нашим джерлом. И отдавать в такой ситуации вообще удивительно. И отдавать в такие ситуации довольно легко. Хорошо. Светлана. Это даже момент не в месте, а в том, как Александр сказала, кто наш источник. Какие помните? Вместе. Вместе. Широкий, как это, русский язык, богатый. Широкая российская мова, тут, знаете, мова про миссию. Я хочу поделиться об одном моменте, как Господь учит меня. Хочу поделиться про одно миссию, может, только Господь навчает воно? Конечно, так бывает очень часто, что мы читаем что-то из Писания. Бывает очень часто, когда мы читаем, что из Писания? Мы махаем головой, мы соглашаемся с этим, мы погодимся с Сыном. А потом, когда приходит ситуация, мы делаем по-другому. А потом, когда приходит ситуация, мы робим по-иншему. Да? Всегда. И всё. И всё, всё. И все. Иван говорит, что Луки 12 глава говорит о том, Иван же в Луке 12 глава говорит, что к Иисусу пришли два человека и попросили разделить его имение. Он сказал, что я не поставлен делить имение. Но он сказал интересный момент, что берегитесь любостяжания. Т.а. Коста, Мертвый, Яска. Руки, 12 глава. И я также неоднократно читал эти стихи. И они очень красивые. И Иисус говорит дальше, что жизнь человека не зависит от количества его имения. И Иисус говорит, что жизнь человека не зависит от от киркости маньяков. И вот так как Таня. Я махаю головой. Ты недавно это только заметил. Да, и интересный момент, что Господь на протяжении какого-то времени, буквально, я не знаю, 3-4, полгода, учит тому, что действительно, независимо от кого, какие у тебя финансы. Я заметил, что встанет и в руку Господь учит мне, что независимо витого и киркости финансов. У тебя есть маленькая сумма, и у тебя есть большая сумма, и у тебя есть большая сумма, и у тебя их вообще никакой суммы нет. Твоя жизнь не зависит от этого. Твоя жизнь не залежит от этого. И знаете, когда это начинает принимать форму в твоей жизни, и столице начинает набывать змей в ту поможитель. А хотите сделать вот такой простой тест? Работает ли это у вас в жизни? Кто едет и скажет, какая самая первая мысль, которую вы подумали? Посмотрите, какая будет самая первая думка, которую вы подумали. Например, планируется духовная поездка во Львов. Кидите ли вы туда? И если вы отвечаете в своем разуме, у меня нет денег, то это говорит о том, что ваша жизнь зависит от количества имений. Это очень простой тест. можно не с собой сделать. Если различные поездки, какие-то духовные вещи вы планируете, исходя из количества имений, тогда ваша жизнь не зависит от количества имений. Большого, маленького она зависит. И вы знаете, это то, что действительно ломает наше сердце. Потому что когда мы понимаем, что моя жизнь не зависит от количества имений, это не делает меня фамильярным. Это дает мне возможность уповать на Бога. дает возможность смотреть в невидимую и ходить невидимую, чем в видимо. И это, знаете, я анализирую свою жизнь, и понимаешь, что у меня никогда не было такого периода, чтобы я просто оставался без финансов. Я понимаю, что у меня никогда не было такого периода, чтобы я просто оставался без финансов. Так Господь доводил до какого-то момента, завжди Господь доводил до правного момента, потом давал обеспечение. А потом забеспечивал. Доводил до момента, давал обеспечение. Доводил до момента, давал обеспечения. 40 лет водил израильский народ. 40 лет учил тому, что одежда не вешает, и не хлебом единым жив человек. 40 лет. Поэтому действительно меняет то, что меня очень вдохновляет по поводу финансов, что моя жизнь независимо от количества твоего умения. Будь у меня 2000 долларов доход, это действительно не влияет на мою жизнь. Это не влияет на мою жизнь. Потому что Иисус Христос есть жизнь. И действительно, этот момент может себя протестировать. Если на какие-то духовные вещи вы сразу же планируете и отвечаете, что мне нет на это денег. Единственное, мы можем протестировать у себя, если на какие-то духовные пропозиции вы отвечаете своему розуму, но это не хорошее. Тогда ваша жизнь зависит от количества умений. И хорошая возможность научиться, чтобы она не зависла. А зависит от Христа. И хорошая возможность научиться, что она не зависит от этого, а зависит от Христа. Всегда. И я хочу добавить, что так же бывает, что мы думаем не только финансов не хватает, а не хватает времени. И тогда в нашем жизни мы на первом месте ставим что-то, а не Бог. Да, интересно. Так часто. Життя находится не в нашем часе, а не в нашем исключении, но и в нашем исключении. Она находится в Боге, что он есть в нашем жизни. Сколько вы видите, я думаю, у вас у всех есть какие-то свидетельства на эту тему. Да. Я думаю, у вас у всех есть свидетельства на эту тему. Вам не дует с кондиционера? Можете выключить его? Да. Вы просто дуетесь. Да. Тебе туда достаю? Нет. Я проведу. Что? Спасибо. И давайте мы... Бог вирный финансов. У нас там есть глечек, если вас Бог проводит, и вы его поставили в своем жизни на первое место, если вы знаете, что такое десятина и пожертвы, если вы у нас тут не первый раз, а хотя бы уже второй, то тогда вы можете туда что-то положить, что Бог вас попроводит. Если не проводит, то в жодном разе не плодит. Потому что, как мы винулий раз сказали, давать треба... Чего? Чего? Звири. А, звири? Звири мы говорили винули раз на пожертвы. Что не от веры, то грех. Грешные гроши, то не треба. Треба верующие гроши. И давайте станем заспеваем с вами в тексті этих свидетельств. В первой петра 5-6, это 70-та песня. 70? 70. Субтитры создавал DimaTorzok Греши мим Господь и Мен. Чули колеси? Нет? Нет? Давайте сделаем как? Частин из вас, кого Бог проводит, будет повторять в первый ряд, второй раз сразу после того, как мы заспеваем. Будет так. В покори себе перед Господом. В покори себе перед Господом. Понимаете? Тебе? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok